Я знаю 9 языков, как русский. Начал недавно учить китайский, румынский и немецкий. Я решил приехать в Россию, потому что я устроился на работу тут. Россия мне очень нравится. Я всегда мечтал о том, чтобы работать в итальянском консульстве и попасть в страну, где я могу практиковать один из тех языков, на котором я разговариваю. Почему именно Краснодар мне напоминает немножко о Турине, где я прожил 5 лет. Поэтому все такие плюсы, скажем так, мне дали возможность принять решение и приехать. Одна, конечно, из причин – это моя девушка. Я приехал сюда ради нее, для того, чтобы быть с ней. И для того, чтобы, кроме этого, конечно, прокачать свой русский и изменить свою жизнь. Я познакомился с своей девушкой почти год назад. Мы познакомились на сайте HelloTalk. Ну, это какое-то приложение лингвистическое, где люди могут практиковать языки. Мы начали чисто так общаться, потому что она хотела учить английский, как раз сейчас итальянский хочет учить, а я русский. Мы начали общаться и нашли общий язык. Я сам с юга Италии, и у нас есть такой город Наполи. И говорится так у нас, что когда ты ездишь в Наполи, в Наполи, да, Наполи на итальянском, ты плачешь два раза. И когда ты ездишь, и когда ты должен покинуть город. Россия, можно сказать, это то же самое. Я когда приехал сюда, прилетел, я уже хотел улететь обратно, потому что, не знаю, атмосфера, конечно, отличается от нашей. Но сейчас, как раз, через неделю я должен вернуться, и поэтому тоже не грустно. Конечно, есть вещи, которые мне нравятся, и есть вещи, которые, ну, сильно отличаются, поэтому, к которым пока мне надо привыкать. Конечно, кухня. Ваша кухня мне очень нравится, как люди работают. Конечно, итальянцы очень теплые люди, но, если честно, я предпочитаю тех людей, которые немножко более сдержанные, потому что люблю покорить людей. И русские, они такие люди, которых надо понять и покорить. Я знаю 9 языков как русский, поэтому могу свободно разговаривать на украинском языке, на польском, на полгарском, на испанском, на португальском, на французском, на английском, конечно, на итальянском языке. Начал недавно учить китайский, румынский и немецкий. Ну, языки, конечно, сам по себе достаточно сложные, поэтому на них уходит достаточно времени. Ну, пока, конечно, я сосредоточен на русском языке, потому что хочу довести его до самовершенства, потому что, так как я планирую тут жить, конечно, надо знать язык очень хорошо. Каждый язык для меня вызывает у меня разные чувства. Украинский язык, например, для меня это самый красивый язык, который существует. Булгарский это была моя первая любовь, можно сказать, потому что начал учить булгарский, когда мне было 16 лет. И насчет английского языка то же самое. У меня разные опыты, разные, ну, связаны с этим языком. Насчет, ну, каждого языка, можно сказать, каждый язык имеет свои причины. И причины, которые я, наверное, не узнаю сразу, которые я открываю со временем, просто общаюсь и улучшаюсь. Например, я года назад как раз не знал, что я буду работать в консульстве. И вообще-то я не мог представлять, что я буду жить в России. А сейчас я понимаю причину, по которой я начал учить русский 5 лет назад. Очень часто мне задают вопросы, например, что ты можешь посоветовать тем людям, которые хотят заниматься, ну, начать заниматься каким-то языком. Вначале надо иметь конкретные причины, по которым мы начинаем. Мы хотим учить какой-то определенный язык. Почему это важно для нас? Да, не просто так. Не просто поставите предо собой какую-то цель. Например, я хочу учить русский, потому что это важно, язык. Или потому что я хочу учить английский, потому что все знают этот язык. Я думаю, что надо иметь конкретные цели. Например, я хочу учить русский для того, чтобы устроиться на этой работе, то есть быть как можно более конкретным. И, конечно, нужно, чтобы этот язык лежал. Как мы говорим, когда мы говорим на итальянском, кажется, что мы поем. И то же самое должно быть, как когда мы разговариваем на разных языках. Поэтому душа должна петь. Это самое главное. И, конечно, надо сосредоточиться на разных действиях, которые мы должны продвинуть в периоды каждый день. То есть каждый день надо что-то делать, иметь дисциплину для того, чтобы достичь желаемых целей. Я очень разосторонний человек. Мне очень нравится делать разные вещи. У меня туристический бизнес с семьей. У нас резиденции, разные квартиры, которые мы сдаем в аренду. Поэтому мы работаем как раз с русскими, с многими туристами из разных стран. И я люблю трейдинг. Поэтому у меня доходы, пассивный доход через онлайн. И работал в авиакомпании в Турине, так как я там жил пять лет. У меня разные хобби. Я очень, как я сказал, люблю торговать, трейдинг. На это уходит, конечно, два часа в день. Я люблю готовить. Можно сказать, что я, как моя девушка говорит, я царь кухни. То есть, как большинство итальянцев, я провожу много времени на кухне. Она тоже готовит очень хорошо. Я предпочитаю, чтобы она отдыхала, а я готов, потому что таким образом я наполняюсь хорошей энергией, особенно после работы. Я занимаюсь спортом. Я без спорта уже обойтись не могу. Как раз раньше занимался плаванием, бодибилдингом, когда мне было 20 лет назад. И, конечно, мне очень нравится гулять. Конечно, я сосредоточен на итальянской кухне. Почему? Потому что наша кухня, конечно, она, можно сказать, быстрая. То есть, так как на нее не уходит так много времени. И я не трачу, скажем так, не использую так много продуктов. Я думаю, что кухня должна быть простая и организованная. И особенно я люблю чистоплотность. Украинская кухня, русская кухня, мне тоже очень нравится. Хотя на это уходит больше времени. На приготовление борща, я помню, когда 3-4 года назад я приготовил борщ, я потратил 2 часа. Час для того, чтобы найти рецепт. Разные рецепты я нашел. И час для того, чтобы... Ну, для самого приготовления. Есть планы остаться тут. Потому что Краснодар, ну, в том числе и Россия, это большая возможность для того, чтобы развиваться в плане, ну, на работе. Если, конечно, можно, есть возможность, как и нет, это какой-то капитал инвестировать. Поэтому, так как я люблю инвестиции, мужество и так далее, я думаю, что Краснодар имеет много разных возможностей в этом плане.